Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer и 10-й день летней распродажи Steam. Если с 9-м днём я задержался и снял под самый конец его, то 10-й день мы прям, смотрите, снимаем в первую минуту его начала. Ну, буквально вот то видео доснял и сразу начал новое снимать, решил на 2 их всё-таки поделить. И у нас на распродаже вся серия Ассасина, ну, естественно, новая часть, которая ещё не вышла без скидок. Но так за 2 200 можно купить... Нет, не все части. Или все. Что входит в этот бандл? Нет, в этот бандл входят всего 4 части, самые последние. То есть, Синдикат Юнити, Рок и Блэк Флаг. Нету первых трёх. Ну, окей, первые три наверняка тут доступны какими-нибудь отдельными наборами. Плюс Хроники. Ну да, в принципе, всё есть. Ну, я уже тысячу раз говорил, что все эти игры у меня исключительно в Юплее, Юбисофтовские. Так что нафиг, стиме их не беру. Alien Isolation. Alien vs Predator. Collection. А, ну это с наборами каких-то маппаков для мультиплеера, окей. Очень хорошая игра, Alien Isolation, рекомендую. Забыл посмотреть, сколько стоит. Довольно дёшево, 342 рубля. Miscreated. А сколько скидка там была? 75%? Нет, 50%. Всё равно дороговато. Помню, покупал я другу, что ли, он просил, хотел поиграть. Ну, чё-то, я его спросил, как тебе игра. Он такой, ну, не особо. Ну, вообще, выглядит прикольно. Именно графон такой, под реализм. На Walking Dead какой-то похожий. Не знаю, да, зомби. Она тоже про зомби. Ну, давайте список желаемого добавлю. Было бы у меня времени, бесконечное количество, во всё бы это поиграл. Но вот в выживалке, на них столько времени надо. Мне Battlegrounds хватает, там, хоть раунды покороче. Дисгей 2 PC. Интересно, кстати. Ну, я дисгаю пятую сейчас, жду, должна приехать на Switch. В неё поиграю. А вот вторая часть на ПК доступна. В принципе, серия, говорят, хорошая. Walking Dead. Нифига-то выходило. Первый эпизод, второй эпизод, третий эпизод. И промежуточные 400 дней. И мини-серия про Мишон. Всего за 500 рублей полный набор. Ну, в принципе, можно недельку вечерами потратить. Хорошая серия. Но мне Telltale надоел. Вся франшиза Архема. У нас сюда входит... Это вообще даже не Архема. Это вся франшиза про Бэтмена. То есть у нас есть Лего Бэтмен трилогия. Как вместе, так и по отдельности. Есть Архем Азайлом Готи, Архем Сити Готи, Архем Оридженс, Двухмерный Архем Оридженс, Архем Виар и последний Архем Найт. Ещё премиум за 600 рублей. Это сезон пассом, да? Окей. Бэтмены хорошие. Resident Evil. Вся франшиза. Вот это прикольно. Чё у нас тут? Ну, не так много всего в Steam'е. У нас есть Resident Evil 0 и Resident Evil 1 в виде HD ремастеров. Есть Resident Evil 4. Есть Resident Evil 5 с дополнением Untold Stories. Там ещё две мини-компании. Есть Resident Evil 6. Самая голимая игра в серии. Ну, на самом деле, не самая голимая, потому что ещё есть просто неномерные Operation Raccoon City. Так себе. Хотя и на удивление прошёл своё время на PlayStation. Есть ещё очень голимый... А его тут нету. Umbrella Corpse. А вот Revelations хорошие две части. Revelations мне нравится. И, конечно, седьмая часть великолепия. Но вот интересно, на самом деле, посмотреть. Biohazard Collector's Pack. У меня всё есть отсюда. Смотрите, сюда прям входит, получается... Прям полный набор. Resident Evil 6 вижу. Revelations вижу. 4 вижу. Костюмы, костюмы. 5. Неа, я тут не вижу HD ремастеров нулевого и первого. Да, их тут, походу, нет. И Revelations 2, я, кстати, тоже тут не вижу. Неполный бандл, неполный. Но прикольно. Хороший набор. Squad. Очень любят эти игру фанаты Battlefield. Она более такой реализм. И именно надо команды играть отрядом. По микрофону разговаривать. Ну, я не фанат таких игр. Поэтому мимо. И весь набор Star Wars. Тут тоже много всего. У меня полная коллекция. Тоже, смотрите, сколько игр по Star Wars. Ну, много из них. Это настолько старые игры, что у них играть только если играли в детстве, чтобы поностальгировать. Либо есть там вот интересные именно. Посмотреть, как раньше выглядели игры. Хотя хороших среди них, ну, довольно-таки много. Ну, Battlefront 1 и 2. Сейчас уже новый. Battlefront Electronic Arts скрипает. В принципе, не вижу смысла играть. Вот Republic команда был офигенный. Knight of the Old Republic 1 и 2. Великолепные игры. Dark Forces отличные. Jedi Knight Dark Forces. И там еще Jedi Outcast. Jedi Academy. Вторая часть. Великолепные серии вообще. Ну, по лего. В принципе, легоские Звездные войны. Это, наверное, мои любимые легоские игры. Когда вышел вот этот комплит сага. Я в ней очень много играл. Хорошая. Мне нравилось. Но потом лего. Как вот реально Telltale со своими этими визуальными новеллами. Так и легоские игры. Одно и то же. Одно и то же. Ну, надъедает реально. Стилистика меняется. Геймплея нет. Force Unleashed. Ну, так. В принципе, мне понравился. Хороший слэшерок на пару вечеров. Ну, ничего выдающегося. Empire of War. Очень хорошая стратегия. Это, между прочим, сделали Вестводы, которые делали Комнатон Конкверы. Уже после того, как ушли от Electronic Arts. Ну, когда, точнее, Вествод закрыли. Разработчики оттуда создали свою собственную фирму. Ну, а это уже совсем старенькие игры. Много-то всяких X-Wing'ов, TIE Fighter'ов. Древние совсем-таки леталки-стрелялки. Но до сих пор, кстати, хорошие. Вот они есть в одном бандле. Даже, смотрите, четыре игры. А вот набор, кстати, смотрите. Jagged Knight. Вот это офигенно. Я рекомендую. А у меня не хватает этого сезон-пасса, который в скидку не входит для Force Awakens. А я даже не знаю, зачем я обычный купил Force Awakens. А в него не играл. И для пинбола. Еще столы по Звездным Войнам. Тоже хрен с ними. Вот такая сегодня. Много всего интересного, на самом деле. Правильно подметили в комментах, что изо дня в день не меняется. Размер скидок. То есть, как мы там видели, скидку, не знаю, 50% на сквот в первый день распродаж, так и на сегодня. Могли бы сделать, как и раньше, что когда главная скидка на сегодня, чтобы становилась на ранг больше. Там 66% или 75%. Ну нет, в этот раз пожалели. Можно в первый или последний день закупиться. Но с другой стороны, вот именно фичерят те, что игры прикольно посмотреть, потому что столько игр, столько страниц разных из серий в стене. Ну хрен разберешься, что взять. А вот так самое главное. Фичерят с большими скидками. Интересно позырить. Ну теперь... Так, а мне говорят, я посмотрел все сегодняшние рекомендации. И то есть, получается, я ничего не получу сейчас. Давайте один раз все равно посмотрим. Ботида называется игра. Муть какая-то. Ну, Steam лагает. Иглс Флайт. Для VR-а. Юбисофтская игра. Манья Гоу. Хм. Выглядит интересно. Блэк Айс. Что-то непонятное. Мелти Блуд. Актриса Гейн Куррент Кот. Вообще что-то. Дикая Японщина. Я такие игры называю. Овер... Больше 9 тысяч зомби. Это уже какие-то на мемах игры основаны. Lost Lens Маджонг. Маджонг нафиг. Sword Breaker The Game. Хм. Картинки красивые. Но непонятно, что геймплей. Так он выглядит. Игра в стиле интерактивного комикса. Текстовая игра. Ну, кстати, вот такие игры. Они необычные. Редко выходят. Я бы, может, и попробовал. Батла. Батла. Отлично. Сыграем в батлу. Такой, я тебе на день рождения решил купить батлу. Лайнвей. Нет, не надо. Хватит. Не люблю такие игры. Престань к ней их показывать. Хеллганнер. Все, за 27 рублей. Ладно, добавим список желаемого. И Black Eye. Что-то лимбо подобное. Завершить. Далее набор наклеек. А, вот могу получить две карточки. Могу все-таки. Там на главный что-то загручило. Ну, давайте щелкать. Lost Land The Wonderer. Казуалка. Не хочу. Семисферс. Ну, хоть узнаю, что это за игра. Я ее купил на диске на PlayStation 4 в Limited Run из PlayAsia. Медитативная головоломка про параллельные миры. Окей. Гравити Кэт. Подобие мидбоя какое-то. Дисторбит. Хоррор. Приключенческая игра. Какой-то текстовый квест. Grim Legends The Dark City. Опять казуалка. Я прям про этому стилю узнаю эту фирму. Они много казуалок таких делают. Point and Click. Second Speed. Трехмерный платформер в футуристическом сейтинге. Замечательно. Dab Wars. Просто игр миллиарды. Robson Dragons VR. Виртуальная игра для всей семьи. Ну, еще все игры виртуальные так назвали. Lens Elot. Как Lens Elot. Рыцарь это Lens Elot. Разрушите дружбу на ракетах. Сразитесь с вашими друзьями в славном рыцарском турнире на ракетах. Блин, графически прикольно. Вон, список желаемого. Grid. Retro Enhanced. Ууу. Вообще. Мне все-таки игры напоминают игру, которая, не помню, как называлась первая PlayStation. Я в нее как-то летом на даче была у меня PlayStation. Иногда там плохая погода добывает. И когда хорошая, сидишь дома, играешь. На втором этаже в дачном доме. В школе я учился где-то в середине, да. И на выходные родители, когда приезжают, типа, вот сегодня мы привезли тебе игру новую на PlayStation. А там вот что-то подобное такому мне вообще не понравилось. Но потом разыгрался и как-то даже такой норм. Поэтому добавлю в список желаемого. Трио. Да, это какой-то мидбой. Pelham Sky. Какая-то битва на воздушных шарах. Окей. Еще раз. Снова игра про кубики. Breaking Wheels. Игра про колесо. Игра про колесо. Вообще не понимаю, что такое. Planet of Moog. Какой-то школьник нарисовал графику. Radiation Island. Приключенческая игра. Action Zombie. Откромный, открытый мир. Участие в филадельфийском эксперименте. 26 рублей. Вот из-за этого крокодила, может быть, даже куплю. Свитер? Окей. Нет, не окей. Не хочу. А, свитер, окей. Это свитерок. Свитерок. Опять вот от той же фирмы Козуалка. Какая-то пиксельная. Islet Online. The Butterfly Sign. Human Error. Вообще вот даже не понимаю. Что это? Свидом из глаз играю или как? Вторая глава детектива от первого лица, в котором нам предстоит сыграть за единственного выжившего в крупном теракте. Окей. Agatha Knife. Ха-ха, прикольно. Нарисовано. Trigger Time. Ну, какой-то Alien Shooter типа. Рыги. Тоже он свитер сверху. Такой, хотлайн моя имя подобное. Положу-ка в корзину. Reservus Dox. Офигеть. Бешеные пусы. Так, завершить список. Все. 29 карточек мы суммарно уже получили на этой распродаже. Почему 29, не пойму. Должно быть четное число, если я каждый день получал правильно. Какой-то день, а что и недоп... А, в первый день, ну, возможно, я мог вторую получить. Точно мне писали в комментах. Да, вот одну карточку недополучил. Жалко, жалко. Но зато наклейки. Наклейки, что нам сегодня говорят. Запустите игру из библиотеки, посетите страницу профиля. Взгляните на содержимое профиля любого из ваших друзей. Ну что, друзья. Как бы мне вас тут расположить? Нельзя отсортировать. Хочу посмотреть, у кого выше моего уровень профиля. 65. 100. Вот давай. Айпатат. Нет. У кого 100 был? Камина. Не понял. 100. Только что ж наводил, не было 100. Часа бред. В Дарксоус играет. Давайте посмотрим на Айпатата. Никита, Рига, Латвия. Собака в очках. Ачивка Педра и софтборд второго уровня. Дарксоулс играет. Я сегодня планирую продолжить прохождение первого Дарксоулса. Много значков у него. Много игр. Друзей. Много. Обзор на Дарксоулс 105 часов аж наиграно написал обзор и все равно играет. Вот. Фанат. На что еще играл? В Дарксоулс играл. В Стелларе сыграл. Это член дружбы. А все. Давайте жалуйтесь на видео, на мое. У него писька попала. Член дружбы. Окей. Ну ладно, остальные наклейки я тогда получу. Это когда буду играть сейчас в Дарксоулс. Надеюсь, что получится. Там может какой-нибудь босса убью, дадут ачивку. Так все наклейки получим. Ну давайте те, что есть. Четыре. Ну теперь по четыре дает. Мне кажется, раньше по три давали. Или по четыре давали до этого тоже. Нифига я тут их набрал. О. Четыре из четырех на первом слайде у меня. О. Теперь вы можете изменять положение и размер наклеек на этой странице. А также выставлять ее в своем профиле. Или добавить все на наклейки из других страниц. Вах. Ну пока что мы будем просто. Потом может поприкалываемся. Давайте еще смотреть. Две из шести. Девять из десяти. Шесть из пяти. Шесть из восьми. Шесть из шести. Вот тут и причем я даже ничего еще не наклеивал. Вон какая-то обезьяна валяется. Чувак из этого из бастиона. Бабища какая-то. Вор из этого. Кингвеста. И какая-то здоровая панда. Жрут у костра. Окей. Две страницы готовы. Пять из семи. Вот тут смотрите. Шесть из шести. Какой-то сын орыл. А вон эти сидят. Ха-ха. Бьет какого-то манекена. Какой-то тип там. Птица. Так. Далее. На пляже. Шесть из шести у нас. Какая-то мерзкая тетка. Хе-хе. Окей. Мячик. Телевизор. О. Прикольно. Можно реально самому что-нибудь. Картинку сделать будет. С любимыми персонажами. Когда все соберем. Ну и все. Ну да. Я думаю. До пятого июля. Еще у нас несколько дней. Мы все наклейки получим. И много картинок у нас будет. Так. Ладно. Вроде бы все важное на сегодня сделали. А. Ух ты. Сколько всего. Давайте. Новый комментарий. В профиле. Надеюсь. Без члена дружбы. Гудгейм. Топмен. Плюс реп. Спасибо. Говно. С9. С год сяком. 37 уже новых приглашений. Извините. Пока. Не могу. Принимать. 7 предложений обмена. Вот. Кстати. Совсем забыл. Да. Спасибо всем. За карточки. Так. Оскар предлагает мне карточку по ID. за мою карточку распродажи. Нет. Спасибо. Не интересно. Такое мне предложение. Я в PD не играю. Ладно. Какая-нибудь игра была. Где я такое. Может собрать бы значок по этой игре. Любимая игра. Спасибо. Спонгифи. Спонгифи. Спасибо. А вот Оскар. Надо тебе было. Да. Эту карточку к тому обмену предложить. Может быть я согласился. Так как странно это выглядело. Январ. Камшот оф. Камшут оф. Хочет поменяться. Ну хочет поменяться. Блин. Будет обмен. Задержан на один день. Ладно. Хрен с ним. Сойдет. Джефф. Спасибо за карточку Джефф. Спасибо за них. Которые легко прочитать. Сергей. Уже третий раз кидаю. Прими или ответь видео. Почему пишет. Что ты используешь мобильный антификатор. Меньше 7 дней. Я не использую вообще мобильный антификатор. У меня просто длинный пароль там из 20 символов для стима. Вряд ли кто-то подберет. Мобильный антификатор не использую. Так что не знаю. Ну реально я хотел тебе ответить. Но мне впадло, что у меня будет 15 дней висеть. Обмен. Не знаю. Отменять не буду. Напиши комментарий. Ответить на предложение. Секс КамАЗ. Нормал. Хорошие нити. Ребята у вас. Хорошие. Спасибо за карточки. Все. На сегодня все получили. Что у нас тут еще? Новых предметов в инвентаре. Много. Все эти карточки. Ну и все. Походу все на сегодня. А давайте посмотрим сколько вообще уже набралось там значков. Вот можно уже скрафтить один. Три металлические уже есть. 7, 15, 15, 15, 7, 13, 12, 12, 7, 8, 9, 8. А ну то есть уже стабильно можно 7 раз скрафтить значок. А некоторых по 15. Ну знаете в последний день когда я буду недостающие карточки докупать на торговой площадке. Я наверное буду ориентироваться по самому большому количеству одной из карточек. Вот как сейчас 15. Будет допустим там 23. Значит всех остальных карточек я докуплю тоже до 23. А скорее всего до 25 или до 30. Чтобы круглое число было. Ну карточки недорого. Стоит пару сотен закинуть. А вот с металлическим значком будет потруднее. Там все наверное будет дорого стоить. Поэтому это наверное в предпоследний день распродажи. В последний день обычно цены растут. Ну хотя не знаю. Может они и падают в последний день. Когда все уже хоть за бесценок отдать пока они не исчезли. Уровень пятый. А лучше десятый металлический. Тоже соберем. Ну как то так. Как то так. На этом наверное все. Завтра в воскресенье уже будет 11 день распродажи. Тоже все посмотрим. Надеюсь наконец получу наклейки за получение достижения. Буду играть в Dark Souls. Ждите видео на канале ближе к ночи. С вами был Сергей. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok.